Немерный день борьбы со СПИДом ежегодно отмечается по всему миру 1 декабря. Этот день стал одним из самых важных международных дней, связанных с вопросами здравоохранения и одной из ключевых возможностей повышения информированности и возможности отметить такие достижения, как расширение доступа к лечению и мерам по профилактике. Сегодня в нашей студии начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по республике Саха-Якутия Любовь Владимировна Пудзаренова. Доброе утро, Любовь Владимировна. Доброе утро. Ежегодно во всем мире отмечается 1 декабря. Под каким лозунгом этот день проходит в этом году? В этом году этот день проходит под лозунгом «Право на здоровье». В рамках вот этой темы проводятся мероприятия по информированию населения о ситуации с ВИЧ-инфекцией, как в стране, в мире и у нас в республике. Реализуется право на бесплатное проведение исследований, на защиту здоровья граждан, на предупреждение заражения в случаях, если мама имеет ВИЧ-инфекцию и собирается родить ребенка, то есть ребенок, чтобы был здоровым и не заразился ВИЧ-инфекцией. И вот все эти права реализуются в рамках нынешнего проведения дня борьбы с ВИЧ-спид. Ну, кроме этого, сейчас в стране проходит акция, которая началась 27 ноября и заканчивается 4 декабря. И вот в рамках этой акции вот как раз по всей стране проводится, она уже четвертая всероссийская, проводятся классные часы, семинары, лекции, различные другие какие-то общественные мероприятия, в которых вот как раз максимально подается информация вот о ВИЧ-инфекции и о мерах профилактики, которые возможны, ну, чтобы соблюдали наши граждане. Сегодня мы можем говорить о ситуации с ВИЧ-инфекцией в мире, в России и в республике. Какая она ситуация? На сегодняшний день более 78 миллионов больных ВИЧ-инфекцией регистрируются в мире. В 2017 году в Российской Федерации проживало более 940 тысяч граждан, которые имеют эту инфекцию. У нас в республике более 2 тысяч. И вот ежегодно, ну вот по крайней мере на сегодняшний момент, вот за 17-й год уже зарегистрировано 160 новых случаев у нас в республике. Ну, естественно, заболеваемость у нас в республике распространена, ну, как сказать, неравномерно по всем районам республики. Есть, как говорится, и лидеры, и аутсайдеры. Но, в общем-то, самый высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в городе Якутске и в Миронинском районе. Ну, и такие еще высокие цифры регистрируются, вот как было по сюжету, в Алданском районе, значит, в Ленском, в Нерюнгринском, в Эмиконском. Ну, достаточно высокие по отношению к их населению и в целом по республике. Ну, самое главное, кто в группе риска и как можно заразиться? В начале этой инфекции, когда она начала регистрироваться, мы говорили, что это инфекция только для определенных групп риска. Ну, мы говорили, это наркоманы, это те, которые нетрадиционной ориентации, так скажем, граждане, да, и те, которые оказываются в сексуальной услуге. На сегодняшний момент ситуация несколько изменилась, и вот это самое, наверное, опасное в этой инфекции, она перешла уже в общую массу населения, да. И вот по итогам прошлого года 50% заражения были выявлены вот в случаях, когда были обыкновенные отношения между мужчиной и женщиной в основном населении. Более 50 случаев. Поэтому на сегодняшний момент это уже инфекция не чья-то и где-то там не относящаяся ко всем, в общем-то, получается. А сегодня эта инфекция как раз важна и актуальна для всех. Ну, что должен знать в первую очередь человек, чтобы не заразиться ВИЧ-инфекцией? Пути заражения, они как бы просты, они связаны с биологическими жидкостями человека, да. Это, значит, на высокий процент содержания этого вируса в крови, в сперме, во влагалищном содержимом женщины и в материнском молоке. Ну и, соответственно, вот эти пути как раз, если они не актуализируются, то и заболеваний не будет, да, получается. Для того, чтобы ребенок не заразился, у нас проводятся, ну, превентивные мероприятия. Женщина встает на учет, получает антиретровирусную терапию, и ребенок не скармливается на грудном молоке. А другие, это значит прерывать пути, ну, общения, да, вот обмена жидкостями, так скажем. Если в медицинских учреждениях на сегодняшний момент усилены все мероприятия, донорская кровь у нас проводит карантеризацию, то есть она не используется свежая, а проходит какой-то определенный период, то есть более полугода, и только после этого используется. То есть она более гарантированного качества, и уже ВИЧ-инфекция через компоненты крови не передается. Усилен дезинфекционный режим, то есть все мероприятия, то есть через инструменты тоже риск заражения минимизирован. Но остается вот половой путь передачи, который вот на сегодняшний момент, я говорю, очень значительно вырос. Защита – это использовать меры профилактики, значит, да. Ну и, соответственно, самое главное, наверное, каждый год, каждый человек должен определить свой иммунный статус. Есть у него ВИЧ-инфекция или нет. Да, конечно. Ну и, соответственно, уже дальше ситуация будет. Любовь Владимировна, ну можно ли заразиться в общественных местах, таких как бассейны, бани? Мне как девушке интересно, можно ли заразиться через маникюры различные, татуажи? Да. Ну вот бассейны, бани, контакты, поцелуи, обнимания, там, как говорится, этот путь передачи невозможен на сегодняшний момент. А вот татуаж, маникюр, вот какие-то такие мероприятия, которые с повреждением целостности, там, где может быть кровь, они, ну, априори, как бы, относятся к зоне риска. Поэтому, когда вы посещаете такие салоны, да, там и так далее, обращайте внимание, какой инструментарий используется. Настеривность. Индивидуальный ли он для вас, да, одноразовый ли он. На сегодняшний момент индустрия, вот, по оказанию этих услуг, тоже, в общем-то, продвинулся намного вперед. И практически вот все манипуляции осуществляются одноразовыми инструментами, ну, и иглами, там, и так далее, и так далее. Да, действительно, вопросов еще осталось очень много. К сожалению, реклама уже на очереди у нас большая. Любовь Владимировна, мы благодарим вас за такую познавательную беседу, эти муты. Можно я просто добавлю, что если просто у кого-то возникают вопросы, есть сайты официальные, есть телефон доверия, который вот находится в спецпендере, его можно найти на всех наших информационных площадках. Спасибо, что пришли. Хорошего вам, удачного дня. Спасибо.